Славянский базар для диктатора всегда был поводом и возможностью покрасоваться в качестве главного объединителя славянских народов. На проведение славянского базара всегда тратились колоссальные денежные средства из бюджета. Это было и остается игрушкой диктатора, переформатировать которую можно, только сменив власть в Беларуси. Лукашенко доставляет особое удовольствие спрашивать во время концерта, сколько стоит та или иная звезда, оплаченная из карманов налогоплательщиков. Модерн токен – 25 тысяч евро, Леонтьев – 40 тысяч, Киркоров – 50 тысяч евро, Ротару – 50 тысяч евро, Патрисия Каас – 90 тысяч евро. Это всего лишь гонорары нескольких звезд за один вечер открытия Славянского базара. При таком подходе Славянский базар никогда не был и не будет окупаемым фестивалем, как бы ни старались. Билеты на него распространяются административным ресурсом. Артистов и делегации расселяют по отелям, кормят и поят за бюджетные средства. А это тысячи человек. Одной из самых внушительных по количеству является делегация постоянного комитета так называемого союзного государства, в которую пытается влезть множество любителей бесплатных развлечений, когда за все платит госбюджет. В 2010 году Лукашенко мне сказал, что необходимо убрать всех российских звезд со Славянского базара. Цитата. «Хватит, чтобы они наживались за наш счет». Потом все-таки передумал, посчитав, сколько у него запросит за нефть и газ Медведев, на тот момент президент России. Лукашенко всегда рассматривал Славянский базар как самопиар в кругу звезд эстрады и продукт, который он продавал России. Продавал себя как вдохновителя славянского братства. Первую взбучку за Славянский базар я получил неделю проработав в должности министра за то, что предложил включить в открытие фестиваля стихотворение белорусского поэта на белорусском языке. Мне было сказано, что я националист и пропагандирую национализм. По логике администрации нелегитимного министр культуры националист, если он поддерживает язык титульной нации. Славянский базар часто обнажал ненависть Лукашенко к еврейскому народу. Представитель Израиля, участник Евровидения, был вычеркнут из сценария гала-концерта-открытия Славянского базара указанием первого замглавы администрации Натальи Питкевич. Вот что сказала Питкевич в 2012 году. Хватит нам засилья евреев на Славянском базаре. У Лукашенко всегда вызывало раздражение, что Израиль направлял спицерей с творческой делегацией на Славянский базар. Диктатор никогда не скрывал свой антисемитизм. Еще в 2007 году он сравнил Бобруйск со свинушником, заявив, что все знают, как евреи относятся к месту, где живут. После этого главреду советской Белоруссии Павлу Якубовичу пришлось лететь в Тель-Авив, чтобы сгладить конфликт с Израилем. После должности министра культуры МИД предложил Лукашенко назначить меня послом в Израиль. Узнав, о чем Лукашенко в резкой форме высказался, что слишком жирно для Израиля будет назначить послом Белоруссии министра. Диктатор забывает о том, насколько история белорусов переплетена с историей еврейского народа. Славянский базар имеет крайне мало общего с белорусской культурой, а тем более с Витебщиной, на которой родились великие белорусские литераторы, художники и скульпторы. Василь Быков, Рыгор Бородулин, Марк Шагал, Заир Асгур, Андрей Бембель и многие-многие другие. Диктаторы никогда, не интересовало культурное наследие нашей страны. Для того, чтобы бороться с самобытными фестивалями, действительно представляющими культурную ценность, Лукашенко в 2011 году дал поручение ограничить количество фестивалей в стране – не более 28. Инициировать новые фестивали было невозможно. Как избегало ограничений культура? Специально в названии не употреблялось слово «фестиваль» для того, чтобы можно было получить поддержку на проведение со стороны спонсоров и бюджета. Ярким примером является рождественский форум в Большом театре. На мой взгляд, фестивальное движение должно рождаться из историко-культурного наследия, от востребованности среди белорусов. Если в каждом регионе есть свои уникальные традиции, то каждый регион должен претендовать на проведение своего небольшого, на уникального фестиваля. Это поможет сохранить и популяризировать белорусскую историю культуры. Что касается Славянского базара, то данный фестиваль, безусловно, должен пройти свое переформатирование, чтобы в первую очередь стать востребованным людьми, чтобы не административным ресурсом заполнять места, навязывая билеты через профсоюзы, через предприятия, а чтобы люди сами хотели туда пойти. Пусть он будет не таким огромным по масштабу, но максимально востребованным. А финансирование культуры должно поменяться в сторону поддержки государственно-частных проектов, общественного партнерства, финансирования инициатив, когда инициатор приходит к государству с просьбой поддержать свой проект, получив таким образом частично бюджетное финансирование, а также привлекая финансирование из внебюджетных источников, спонсоров, меценатов, продажи билетов, привлекая международных партнеров. Это даст нам возможность в целом увеличить суммарный бюджет на культуру и расширить палитру новых ярких проектов. Наряду с поддержкой важнейших национальных учреждений культуры необходимо развивать проектную деятельность в сфере культуры, так как живет вся Европа. В свое время мы пытались реализовать этот принцип. Впервые в бюджете министерства культуры появились первые ростки государственно-частного партнерства, новые государственно-общественные инициативы. Да, это не разрослось в масштабах всего государства, потому что сложно поломать философию режима. Однако я убежден, что в скором времени нам предстоит провести реформы и в этой сфере.